Сказали, что в полученных от США и НАТО ответах на наши инициативы основные наши озабоченности проигнорированы. Но всё же хотелось уточнить, как, в какой форме вы дадите ответы на эти бумаги и, главное, что ответите. Может, сейчас уже приоткроете немножко и содержание этих бумаг, и свой ответ. И как можете обрисовать ситуацию с безопасностью вокруг Украины? Ведь в Киеве уже звучат заявления, что если минские договорённости выполнить, страна расколется. Спасибо. Ещё раз объяснить логику нашего поведения и наших предложений. Как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток, ни на один дюйм. Всем это хорошо известно. Сегодня мы видим, где находится НАТО. Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули. Ну, просто обманули. Ладно. Хорошо. Потом США вышли из договора по противоракетной обороне. Мы долго уговаривали это не делать. Это один из основополагающих фундаментальных договоров обеспечения безопасности имбири. Тем не менее, Соединенные Штаты сделали то, что сделали, вышли. И теперь пусковые установки ПРО находятся в Румынии и в Польше создаются. Скоро будут, наверное, если ещё не сделали. А там стоят пусковые установки МК-41, на которые можно устанавливать томогавки. То есть, это уже не противоракета, а ударные системы, которые будут покрывать нашу территорию на тысячи километров. Но это разве не угроза для нас? Теперь, говорят, следующий шаг – это Украина. И её нужно принять в НАТО. Вот послушайте, послушайте, что я скажу внимательно. Ведь в доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путём. Не то, что они говорят на публику, а в документах написано. Представим себе, что Украина является членом НАТО. И напичкана оружием, стоят современные ударные системы, так же, как в Польше и в Румынии. Кто помешает? И начинает операции в Крыму. Сейчас не говорю даже про Донбасс. Это суверенная российская территория. Вопрос для нас в этом смысле закрыт. Представим, что Украина – страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну, кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет. Теперь по поводу выполнения Минских соглашений. Мы, с одной стороны, слышим заявление о том, что Украина хочет выполнять. Нам всё время ставят в вину, что мы не выполняем Минские соглашения. И в то же время звучат публичные заявления о том, что если Украина выполнит эти Минские соглашения, то она развалится. А никто не думал о том, что если она создаст такие угрозы для России, она создаёт аналогичные угрозы для себя. Вот это всё вопросы, которые требуют очень внимательного рассмотрения и учёта интересов друг к другу. Нам говорят, да, каждая страна имеет право выбора своей собственной системы безопасности. Мы согласны с этим. Но мне представляется, что те же Соединённые Штаты не столько заботятся о безопасности Украины, хотя, может быть, и думают об этом, но где-то на втором плане. Но самая главная их задача – сдерживание развития России. Вот в чём дело. В этом смысле сама Украина – это просто инструмент достижения этой цели. Это можно сделать разными путями, втянув нас в какой-то вооружённый конфликт и заставить, в том числе своих союзников в Европе, ввести против нас те самые жёсткие санкции, о которых говорят сегодня в США. Или втянуть Украину в НАТО, наставить там ударных систем оружия и стимулировать каких-нибудь бендерцев на решение вопроса Донбасса или Крыма вооружённым путём. И таким образом всё равно втянуть нас в вооружённый конфликт. Вот если мы посмотрим на все эти многочисленные вопросы глубоко, по-серьёзному, то станет ясно, что, желая избежать подобного негативного развития ситуации, а мы хотим его избежать, нужно по-настоящему учитывать интересы всех стран, в том числе и России, и найти вариант решения этой проблемы. Ну, мы зачем подписывали договоры, соответствующие соглашения в Стамбуле и в Астане, где написано, что ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за счёт безопасности других. Ну, вот мы говорим, что принятие Украины в НАТО подрывает нашу безопасность и просим обратить на это внимание. Ведь что можно… Вот говорят, политика открытых дверей. Она откуда взялась-то? В НАТО политика открытых дверей. Где она прописана? Нигде. В статье 10 договора 1949 года, если мне память не изменяет, о создании НАТО, написано, что Альянс по согласованию со всеми участниками и членами НАТО может принимать другие европейские страны в эту организацию. Может, но не обязывает. И те же США, тот же НАТО может сказать, в том числе и Украине, мы хотим обеспечить вашу безопасность, мы дорожим ей, мы уважаем ваше стремление, но мы не можем вас принять, потому что у нас есть другие уже ранее принятые международные обязательства. Чего же здесь непонятного или даже обидного для Украины? И надо найти способ обеспечить интерес и безопасность всех участников этого процесса – и Украины, и европейских стран и России. Но только это возможно сделать при серьёзном, вдумчивом отношении к предложенным нами документам. Я надеюсь, что этот диалог будет продолжен. Мы договорились вчера и с президентом Франции, что он тоже, может быть, приедет в ближайшее время в Москву. Мы обсудим эти проблемы и с ним. Ну, надеюсь, что мы, в конце концов, найдём это решение. Хотя оно непростое, мы отдаём себе в этом отчёт. Но говорить сегодня о том, что это будет, я пока, конечно, не готов. При рассмотрении международной проблематики затрагивалось нынешнее положение дел в отношениях между Россией и Евросоюзом. Естественно, обсуждался вопрос, связанный с урегулированием и украинского конфликта. Ситуация на Украине в целом, в том числе в сфере прав человека, нарушения которых приобрело там системный характер. Венгерские партнёры, как мы знаем, предпринимают энергичные попытки для того, чтобы эту проблему тоже решать. Мы также провели обстоятельный обмен мнениями по поводу российских предложений США и НАТО о предоставлении России долгосрочных юридических гарантий безопасности. Я отметил, отметим, что внимательно анализируем полученные 26 января у США и НАТО письменные ответы. Но уже сейчас понятно, я проинформировал об этом господина премьера-министра, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы. Мы не увидели адекватного учёта трёх наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт России-НАТО. При этом, игнорируя наши озабоченности, США и НАТО в целом ссылаются на право государства свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности. Но дело лишь не только в том, чтобы кому-то предоставить право свободно выбирать способ обеспечения своей безопасности. Это ведь только одна часть известной формулы неделимости безопасности. Вторая, неотъемлемая часть, говорит о том, что нельзя допускать укрепления чьей бы то ни было безопасности за счёт безопасности других.